Всем добрый день, спасибо, что присоединились к нам сегодня. Сегодня у нас дискуссия экспертно-аналитического клуба на тему Узбекистан и Каракалпакстан. Опыт протестов во время конституционной реформы. У нас сегодня достаточно много новых участников, и для них я повторю основные правила того, что здесь происходит. Основное правило у нас на экспертно-аналитическом клубе – это правило Chatham House Rule. Оно у нас применяется не во время всего клуба, но если вы хотите сказать что-то, что не должны цитировать остальные участники с вашим именем, пожалуйста, дайте нам знать перед такой фразой. Формат дискуссии у нас следующий. Ориентировочно на протяжении первого часа наши спикеры будут отвечать на поставленные в анонсе вопросы, и на протяжении второго часа более или менее у нас будет дискуссия, в которой смогут принять участие все участники сегодняшнего экспертно-аналитического клуба. Я также хотел бы напомнить, что мы нашу дискуссию сегодня записываем. Но опять-таки те фразы, которые будут обозначены как Chatham House Rule, мы их из финальной записи, конечно же, вырежем. Что еще я хотел сказать? Сомодерирует со мной дискуссию сегодня Вадим Можейко, как и всегда. И хотел бы, наверное, представить спикеров. Наши сегодняшние спикеры – это Роза Турарбекова, кандидат исторических наук, доцент, независимый эксперт по странам Центральной Азии. Роза, добрый день. Роза, вы нас слышите? Если слышите, то скажите нам что-нибудь. Роза, кажется, зависла. Да, Роза немножко зависла, но мы видим, что Роза с нами. Поэтому пойдем дальше. Алишер Ирхамов, политолог, директор аналитического центра Центра Лейджер Дью Дилидженс. Алишер, добрый день. Здравствуйте. Привет всем. Да. Добрый день. Рустам Бурнашов, кандидат философских наук, профессор Казахстанско-Немецкого университета. Рустам, добрый день. Здравствуйте. Еркин Байдаров, кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Института Востоковедения Комитета науки и Министерства образования науки Республики Казахстан. Еркин, добрый день. Добрый день, уважаемые. И Абен Даурена Абенулы, магистр международных отношений и независимый эксперт. Абен, добрый день. Абен – это фамилия Даурен. Добрый день. Прошу прощения. Видите, я, к сожалению, не очень это понял. Ничего страшного. Поэтому Даурен, да. Даурен, добрый день. Спасибо за поправку. И я бы хотел передать слово своему псомодератору Вадиму Можайко. Вадим, пожалуйста. Спасибо, Антон. Еще раз всем добрый день. Мы очень рады здесь всех сегодня видеть. Сегодня у нас, можно сказать, не самая обычная тема, потому что я напомню, что все-таки экспертно-аналитический клуб – это белорусский экспертно-аналитический клуб. И обычно мы говорим больше о событиях в Беларуси с белорусами. Но сейчас, на мой взгляд, когда события происходят такие важные в регионе, о которых часто за пределами и Узбекистана, и Калпакстана далеко не все слышали. А если слышали, то слышали очень поверхностно. А, на мой взгляд, этот опыт, в общем, тоже более чем заслуживает к нему весьма пристальное внимание и интереса. И с точки зрения опыта изменения в конституцию, с точки зрения протестов, это происходит далеко не только в Узбекистане. Это актуально, как мы видели, из самых разных стран. Такие события были и в Узбекистане, и в Беларуси, и в России. И поэтому сегодня мы поговорим об этом опыте. И поговорим, может быть, в том числе с точки зрения какой-то более широкой общерегиональной перспективы. И действительно у нас сегодня много таких организационных вызовов, потому что мы видим иногда и имена фамилии с непривычки можно перепутать, поэтому, по прочим, обращение. И часовые пояса у нас, очевидно, все тоже разные. Поэтому кому-то добрый день, доброе утро, добрый вечер, может быть. И помимо всего этого, я бы тоже хотел напомнить важную вещь, потому что, как я уже сказал, поскольку мы белорусский экспертно-малитический клуб, то, к сожалению, у нас не минули все теоретические и белорусские проблемы. И поэтому хочу напомнить, что хотя вот наша дискуссия не организуется совместно с мониторингом «Белорусский фокус», пресс-клубом, Белорусским институтом стратегических исследований, который представляю я, и сайтом экспертного сообщества «Наше мнение», который всегда представлял еще один наш модератор, друг и коллега Валерия Костюгова, который уже, к сожалению, как раз недавно мы отмечаем такую грустную дату, уже год находится за решеткой, послушаем надувным обвинением, вместо полизаключенной. Поэтому напоминаем об этом, очень скучаем и ждем здесь, как с модератора, и в целом ждем на свободе. И поэтому желаем свободы немедленно Валерии и всем полизаключенным, где бы они таковыми ни оказались. От этой невеселой ноты переходим, уж не знаю, насколько, может быть, где-то воодушевляющим, где-то, наоборот, может быть, печальным. Будем сегодня разбираться к событиям в Узбекистане, точнее, в Калапакстане. Многие, я думаю, до последнего месяца даже не слышали, уж точно не выговаривали вслух название такого региона. И это, конечно, тоже дополнительно осложняет понимание ситуации, понимание нужно. Поэтому мы сегодня будем начинать с такого, может быть, более общего вопроса о том, что это вообще такое было или есть, что произошло и сейчас происходит в Узбекистане, зачем вообще вносятся поправки в Конституцию. Мы знаем из советского опыта часто декларируемые поправки и то, зачем это вообще затеяно, это довольно разные истории бывают. И, собственно, почему это вызвало протесты. Собственность разобраться, что произошло и происходит. И, опять же, по традиции, я тогда попрошу обращаться к нашим основным спикерам в том порядке, в каком возначенном анонсе. Поэтому первое слово Розе Маратовне. А всех наших участников, зрителей, я тогда попрошу, если у вас будут возникать какие-то в процессе комментарии, вопросы, можете писать их в чат. Мы все это тоже обязательно будем собирать и обсудим во второй части дискуссии. Поэтому не затягивай более. Роза, вам слово. Добрый день. У меня день. Я нахожусь в Вильнюсе. У нас очень сильная непогода, поэтому у меня есть некоторые проблемы, к сожалению, с Wi-Fi. Я прошу прощения, если вдруг какие-то возникнут технические сложности. Отвечая на вопрос Вадима о том, что это вообще такое было, и до недавнего времени действительно для белорусского экспертного сообщества Каракал-Пакстан являлся такой терра инкогнито. Но надо сказать, что в целом было несложно уже понять или уловить, по крайней мере, с чего начинаются протесты, потому что для белорусского экспертного сообщества эта тема продолжает оставаться суперактуальной. Мы продолжаем анализировать то, что произошло в Беларуси и что может еще произойти, потому что на самом деле политический кризис в Беларуси не завершен, он только усугубляется. В разных, так скажем, формах и ипостасях мы продолжаем иметь дело с его проявлениями, отчасти последствиями. Я имею в виду последствиями масштабности протеста. Что касается Каракал-Пакстана, я как раз не являюсь представителем узбекского экспертного сообщества и уже достаточно давно не являюсь представителем казахского экспертного сообщества. Но, тем не менее, связь, скажем так, с регионом сохраняла. И хочу сказать, что в БГУ, например, читался спецкурс по политическим системам внешней политики стран Центральной Азии, где мы достаточно подробно со студентами разбирали конституционное устройство, в том числе и конституционное устройство Узбекистана. Это та самая конституция, которая сейчас будет изменена в результате проведения референдума. И вот я всегда обращала внимание студентов на то, что существует некоторая нестыковка внутри конституции. Я имею в виду вот этот статус Каракал-Пакстана и, собственно, намерение, которое было заявлено в декларативной части, в преамбуле узбекской конституции, о том, что государство будет строиться унитарное. И вот эта вот нестыковка, она могла бы показаться с европейской точки зрения нелогичной, но с точки зрения, скажем так, процессов политических, социальных, которые протекали в регионе в начале 90-х годов, которые органично связаны с тем, что происходило еще в первой половине XX века. Вполне очевидно, почему именно было такое принято решение. Это решение компромиссное. В частности, договор, подписанный в 1993 году о статусе Каракал-Пакстана в рамках Узбекистана, потому что вот те центробежные тенденции, которые были на Пусселевском пространстве, они в том числе затронули вот эту часть региона. Каракал-Пакстан – это особый регион с особой своей историей. И вот, скажем, вопрос, связанный с идентичностью, в том числе и политической, он как бы был заморожен под давлением, скажем, во-первых, временного компромиссного решения в рамках конституционного устройства Узбекистана, вот этой вот конституции, где есть формальные признаки суверенитета, закреплены с одной стороны, с другой стороны, ну что греха таить, так скажем, диктаторский режим, он тоже своего рода осковывал решение этого вопроса или вообще, в принципе, как, скажем, актуализацию этого вопроса. Я думаю, об этом лучше скажут, наверное, представители именно региона. Но мы с вами видим, что на фоне, скажем так, сложных процессов, в том числе связанных с пандемией, с ухудшением социальной ситуации, с теми процессами, которые протекали, я имею в виду, способы изменения коммуникации, в том числе вот появление, скажем, ну все эти элементы социальных сетей, они так или иначе должны были привести к возникновению иммобилизации, новой социальной иммобилизации на бывшем, бывшем, как я вам напишу, постсоветском пространстве, потому что очевидно, что здесь назрела необходимость изменений вслед за социальными изменениями, изменений политические. Ну вот такая краткая вводная часть. Единственное, что я хотела бы акцентировать внимание и задать вопрос скорее коллегам из Казахстана и Узбекистана, насколько, скажем так, события в Казахстане могли повлиять на возникновение вот этих вот протестной активности в Каракал-Пакстане, особенно что касается западной части Казахстана, которая граничит с Каракал-Пакстаном и, возможно, здесь какие-то есть связи или какое-то влияние или нет, или это нам просто кажется, когда мы там смотрим на карту, нам кажется, что это может повлиять. Спасибо большое, но это моя такая краткая вводная часть. Да, Роза, большое спасибо. Действительно, Роза уже упомянула о том, что да, о разных связях казахского, событий казахского, узбекского сообщества. Я, конечно, вон, в этот случай, когда я точно не буду изображать эксперта вот с тонким этническим связям. Я знаю, да, что из наших участников есть и граждане Казахстана, и граждане Узбекистана, и выход для гражданства, и этническая принадлежность, или место жительства, тоже по-разному. В общем, я не буду пытаться вообще-то погружаться, поэтому, я думаю, каждый тут сам за себя сможет сказать. Поэтому, да, в общем, тот же вопрос о том, что происходило, и что происходит, и как тут связаны и конституции, и протесты, ну, и вот, может быть, тоже и про связь с Казахстаном, действительно, которую я уже упомянула. Режуя, пожалуйста, вам слово. Прошу включить микрофон. Прошу всех тех, кто говорит перед этим микрофоном, включать, а тех, кто не говорит, наоборот, выключать, чтобы у нас было меньше фоналов. Да, извините, да, сейчас включил. Значит, прежде всего, наверное, надо, знаете, вы сами сказали, начать как бы с описания того, что произошло, потом уже, наверное, переходить к обсуждению, как бы анализу, да, вот, поэтому я бы сначала вот именно с краткого такого, постараюсь дать краткое описание, но вы знаете, что 25 числа, 25 июня был опубликован законопроект, проект законопроекта, вынесен на обсуждение о конституционных изменениях, достаточно обширный такой, какие-то, как бы, масштабы изменений, где-то, где-то примерно в 60 статей вносились изменения, примерно 200 разного рода, как бы, изменений, и среди них оказалось вот несколько пунктов, касающихся суверенитета Карабахстана, фактически сводящий на нет вот этот статус формальный суверенной республики в составе Узбекистана, который раньше давал возможность этой республике путем референдума выходить из состава Узбекистана. Ну, было такое формальное право. Оно было обусловлено вот заключением договора между Карабахстаном и Узбекистаном еще в 93-м году. Перед этим, значит, Карабахстан объявлял уже фактически свою независимость, но вот после какого-то периода такого, какого-то затишья, видимо, какого-то скрытого противостояния, все-таки представители Карабахстана вынудили подписать договор на 20-летний срок, по которому Узбекистан, то есть Карабахстан входил в состав уже Узбекистана, но с таким формальным статусом, имеющим, дающим право выходить из состава путем референдума. Но потом, когда этот договор истек в 2013 году, уже как бы никто вопрос не поднимал совершенно, то есть это был практически забытый вопрос о том, что надо решить, что дальше делать с этим договором, но тем не менее в Конституции эти пункты были отражены и, видимо, вот это обе стороны в целом более-менее не устраивало, по крайней мере, на элитном уровне, да, общество особо так сильно не протестовало. Но это во многом связано было, я думаю, с тем, что все-таки Ислам Каримов тогда правил страной, Узбекистаном, он фактически установил контроль на всей территории достаточно такими жесткими методами, как бы правил железной рукой страной, и уже то, что записано в Конституции, уже не имело какого-то особого значения, имело значение, в общем-то, фактическое положение вещей, а именно контроль, такой жесткий контроль, централизованный контроль со стороны президентского президента и его аппарата над силовыми органами, на органы безопасности и административные органы места, который фактически сводил к нулю, де-факто, всякие, всякого рода, как бы такую автономию, понимаете. Но, тем не менее, в общем-то, Ислам Каримов, очень интересно, не пошел на изменение этой Конституции, с одной стороны, понимая, что, в общем-то, это мало что изменит, как бы, в реальности, но, с другой стороны, надо иметь в виду, что он понимал, видимо, что, в общем-то, как бы, болезненность вопроса для Карл Паков, если отменить это, хотя бы эти пункты носили достаточно символический характер, но, тем не менее, как символы, они были важны для Карл Паков. И, видимо, он считал, что не надо, как бы, вот будить в них вот такой протест, обижать их, а сохранять такой статус-кво. Сейчас, вот, в декабре прошлого года Мерзюев инициировал внесение конституционных изменений, таких достаточно в большом количестве. Я думаю, что за этим стояло, как бы, его намерение, как бы, создать некую такую правую реальность новую, которая позволит уже на следующем этапе обнулить его президентские полномочия, вернее, сроки, предыдущие, текущие, с тем, чтобы он мог баллотироваться на следующий срок, фактически, как бы, продлить свой контроль над властью. Ну, я думаю, что, в общем-то, это очень характерно не только для Узбекистана, для ряда других авторитарных государств, для Российской Федерации, стремление править пожизненно, да, то есть это лежало в основе. И, видимо, тут возобладал такой принцип приоритета количества, количества изменений с тем, чтобы создать такую, как бы, видимость новой реальности и потом объявить уже несчастье, даже на следующем этапе, вот, о том, что, в общем-то, эти два срока обнуляются, и ему дается право баллотироваться снова. И они вот в последний момент, наверное, включили этот пункт об изменении суверенитета. Я думаю, это обусловлено двумя было факторами. Ну, во-первых, вернее, тремя факторами. Первый – это, как ты сказал, чем больше, чем лучше, да, вот изменения. Второй – это, возможно, значит, Конституционная комиссия была под впечатлением выступления Такаева на Петербургском форуме недавно, где он, в общем, подверг такой жесткой критике принципа права народов на самоопределение, да, то есть, вот, видимо, в Конституционной комиссии подхватили, решили, давайте, в соответствии, тоже это ведем, будем шагать много со временем, так, то есть много с Такаевым. Ну, и третье – возможно, были какие-то опасения, связанные с тем, что происходит в Украине, это создание этих квази-государственных образований путем внешнего вмешательства ЛНР, ДНР. Ну, я не думаю, что это играло какую-то первостепенную роль, поскольку это вопрос, что в обществе и на каких-либо уровнях, на экспертном сообществе обсуждался, а сразу поставили перед фактом, что мы хотим эти изменения вводить. Ну, какие-то определенные такие опасения, наверное, имели место, что вдруг у нас кто-то воспользуется этими конституционными положениями и как бы начнет вмешаться в наши дела и создавать такие квази-образования. Вот три такие фактора сыграли роль. Был опубликован 25-го числа, как я сказал, и 26-го начался такой рост таких протестных настроений. Он закончился таким кульминацией, особенно 1-го июля и 2-го июля, когда уже на улицу вышло огромное количество людей. Во многом это было не столько как бы вот изначально протесты с тем, чтобы как бы добиться независимости. Нет такого, не было такой повестки вот в таком, как движение. Но это было во многом в значительной степени реакция на то, что, в общем-то, власти арестовали, задержали, то есть неформального лидера, Таджи Муратова, и уже как бы как реакция на вот эти репрессивные действия, вот народ восстал, вышел на улицы и начались столкновения с полицией, с силовыми органами. И в этот момент Мерзиоев вмешался, он объявил о том, что, в общем-то, вернее, внес формальное предложение, что вот нужно отозвать эти конституционные поправки, касающиеся Карабахстана, его суверенитета, и вроде бы это должно было как бы успокоить общественность и население в Карабахстане, но он одновременно, видимо, дал указания, вот, в общем, быстро навести порядок за один-два дня. А это можно было сделать только лишь путем такого жесткого применения силы против протестующих. И в итоге мы имеем, в общем-то, сейчас вот даже по официальной статистике 18 убитых, 243 раненых, из них 94 тяжелораненых, и сейчас по некоторым данным, по данным правозащитных организаций, 64 человек пропали без вести. Понимаете? Если сравнивать вот этот процесс, этот спиралеобразный процесс, когда вот есть какие-то выступления, сначала, может, не очень значительные, по масштабу, но потом применяются такие жесткие репрессивные методы, это вызывает ответные реакции, и дальше идет по спирали, да? И оно напоминает ситуацию в Косово, где тоже протесты начинались, ну, в относительно, как бы, скромном масштабе в 1981 году. Но когда власти стали применять насилие, в том году по итогам тех протестов скончалось 7 человек, понимаете? Если сравнить с тем, что сейчас происходит в Карабахстане, то есть масштабы репрессий даже были меньшими, понимаете? Но мы знаем, чем это в итоге закончилось. Вот сейчас возникла такая ситуация, когда вроде бы первопричина вот этих протестов, это, как бы, попытка изменить формально конституционный статус, она, как бы, проблема частично решена, но возникла другая, более существенная проблема. Это факт насилия, это факт жертв, это репрессии, которые начались. 516 человек официально, по официальным данным, арестованы сейчас, и неизвестно, что с ними будет. Вот сейчас уже переделаны, как бы, иски Таджи Муратову и другим лидерам, их обвиняют, как бы, попытки изменения конституционного строя, посягательства на конституционный строй. И это, конечно, будет, значит, шревота, в общем-то, длительными сроками. Возможно, такие же криминальные, не административные, а криминальные, как бы, такие иски будут предъявлены и какому-то ряду других, значит, представителей Корабаков. Это создает такую новую ситуацию и может потенциально стать триггером аналогичного, как с Косово, спираля образного процесса, протестов, репрессий. Потом опять рост протестов, опять репрессий. И не знаю, чем это может закончиться. Я не думаю, что это может закончиться сразу. Вот таким референдумом, вот как это произошло в Косово, там сыграло роль еще и поддержка международного сообщества. Здесь, я не знаю, поскольку все-таки Корабахстан находится вдали от таких вот, как бы, перекрестков мировых, да, вот, от Европы. И я не знаю, будут ли какого-то так попытки вмешательства, учитывая, что страны Запада сейчас, с одной стороны, конечно, не могут отреагировать, но в то же время они, наверное, будут бояться слишком, как бы, вступать в такое противоречие, в антагонизм с резимом Мирзиоева, учитывая геополитическую ситуацию, чтобы не толкнуть его в объятия Российских Федераций. Вот в этом сложность момента, я считаю. Дальше, спасибо. Действительно, с этим контекстом Казиная защита проясняется, становится понятнее. Мне очень понравилось ваше сравнение на счет того, что, значит, надо шагать много, ощущение, что надо шагать много со временем, то ли сделать как-то кайф. Это вот само по себе характерное, характерное поведение относительно понимания, в общем, какой-то, может быть, роли, роли Казахстана, как она может восприниматься. Что тоже интересно. Спасибо. И тогда я бы хотел обратиться к Рустаму Вранышеву. В общем, тоже тем же вопросом, что многое прозвучало, поэтому, может быть, есть и другой взгляд, какие-то, может, что-то и несогласие, и другое понимание причин и последствий. Ну и по поводу, да, может, по поводу и Казахстана, и в целом региона, как эти события выглядят связанными. Потому что, конечно, иногда особенно замечаем некоторые аудитории, например, белорусских телеграм-каналов, когда вообще все протесты по всему миру, я не знаю, там, Беларусь, что-то было в России, там, в Украине, в Афганистане, в Афганистане, в Шри-Ланке. Все воспринимается как какая-то одна такая цепь, что вот, значит, народы восстают против плохих диктаторов. Наверное, везде внутри всегда все несколько сложнее. Хотя, может быть, и базовые вещи тоже ясны. В общем, просто вам вам слово, как все это видится в перспективе региональной. Да, спасибо. Ну, я чуть-чуть фамилию поправлю. Я думал, вы будете называть один раз, а звучит несколько раз. У меня ударение на немножко иначе, Бурнашев, то есть фамилия у меня тюркского происхождения. Прошу прощения. Да, это интересный нюанс. Есть русская фамилия аналогичная, которая на «ов» заканчивается, поэтому путается. То есть мне не жалко, как будете называть, а ты просто несколько разучил. Большое-большое спасибо за уточнение. К сожалению, да. К сожалению, да. Ну, это чисто графическая записка, если будет вам интересно. То, что рассказал Алишер, трудно добавить. Я, наверное, только добавлю некоторые акценты. Потому что у картины уже, мне кажется, Алишером описано максимально полно. Единственное, на что я... Ну, несколько моментов, на которые я хотел бы дополнительно обратить внимание. Это, конечно, момент того, что в Узбекистане с 2017 года проходит достаточно серьезный комплекс реформ. И конституционные поправки, которые вносятся сейчас... Ну, предполагается внести сейчас Конституцию, которая предполагается буквально на днях вынести на такое... Уже закончить, да, обсуждение. И, видимо, будут определять там формат голосования по этим поправкам. Эти поправки связаны достаточно серьезно вот именно с этим реформированием. И, конечно, реформирование касается не только там сроков полномочия действующего президента Узбекистана, его каких-то желаний. Но эти реформы связаны с достаточно серьезной трансформацией экономической модели, которая имеется в Узбекистане. И, как показывает опыт, есть понимание, что эти экономические реформы, их, видимо, к сожалению, для каких-то слоев, может быть, счастью для каких-то других слоев, нельзя проводить без реформ социальных, без реформ политических. И, соответственно, те поправки, которые предлагаются сейчас в Конституцию, там действительно их очень много, сложно разобраться, что сейчас будет реально выноситься на голосование, что нет. Но если в комплексе рассматривать того, что имеется, они немного касаются и перераспределения функционала между ветвями власти. То есть все-таки опыт других стран, соседних с Узбекистаном стран показывает, что вот эта суперпрезидентская модель, она, кстати, в том же самом Узбекистане в 2016 году, она показывает, что суперпрезидентская модель, она хороша, когда с президентом все нормально, и не очень хороша, когда с президентом не очень нормально. Ну, тот же самый, если мы берем пример Казахстана, великолепно видно это на январских событиях в Казахстане, что одной из ключевых проблем с точки зрения власти в Казахстане было отсутствие вертикали власти. То есть фактически силовые структуры имели двойное подчинение, они подчинялись председателю Совета Безопасности, то есть первому президенту, и подчинялись второму президенту как верховному главнокомандующему. Поэтому понятно, когда речь идет о том, чьи приказы должны были выполнять военные, то с точки зрения военных совершенно непонятно, что они должны были делать. И то есть сбой суперпрезидентской системы, он, конечно, создает очень много проблем. И вот это хотя бы минимальное разделение властей, оно в данном случае должно играть функцию такого стабилизирующего формата. Кстати, такой же аналог продолжается делаться опять-таки в Казахстане. Ну и помимо прочего, как Алишер отмечал, одно из центральных поправок в Конституцию, это поправка, касающаяся срока президентства. Дело в том, что действующий президент Узбекистана, он сейчас уже находится в своем втором сроке. Конституционно он может находиться пока только два срока. И этот второй срок, если я не ошибаюсь, в 2026 году будет заканчиваться. То есть в конце 2026 года будет заканчиваться. То есть с точки зрения, я думаю, руководства Узбекистана срок остается крайне маленький. И, естественно, те реформирования, которые происходят, оно такой достаточно традиционный формат. И он в Узбекистане уже звучал, что кто начал реформы, кто должен их привести до какого-то окончания. И вот возникает идея продления этого срока еще как минимум на два года. Помимо этого вносится и ряд других поправок, в том числе поправки зачем-то касающиеся статуса Кыргыбакистана. Сегодня уже у обоих спикеров, которые мне предшествовали, звучал этот вопрос, что совершенно непонятно, зачем этот вопрос трогался. Потому что, да, как отметила Роза, это нонсенс, такой формат конституционный, как он был в Узбекистане. То есть одно суверенное государство входит в состав другого суверенного государства. С другой стороны, технически абсолютно непонятно, как бы Кыргыбакистан мог бы выйти из состава Узбекистана, как этот референдум вообще можно организовать, потому что никакого отдельного паспорта гражданина Кыргыбакистана не имеется. И референдум будет проводиться там непонятно по кому. По людям по прописке или людям по месту жительства. То есть это технически крайне сложный вопрос. И понятно, что если бы этот вопрос даже начал подниматься где-то, регулировать его чисто административными мерами не представляло никакой проблемы. То есть очень легко в такой ситуации можно манипулировать составом населения, проживающим на той или иной территории. Тем более никаких сепаратистских настроений у Каракалпаков не фиксировалось. Во всяком случае у тех людей, которые живут на территории Кыргыбакистана или на территории Узбекистана, тут уже нонсенс, как говорит сейчас. Да, раньше мы с этой проблемой не сталкивались. Сейчас лингвистическая модель немножко меняется. Да, то есть вот возникает такая ситуация. И второй момент, который я хотел бы подчеркнуть, это момент того, вот все-таки откуда, мне кажется, растут ноги у этой проблемы. Это достаточно важный, интересный момент, потому что он отражает ту модель реформирования, которую мы имеем в Узбекистане. Интересно, что сама комиссия, которая занимается конституционными реформами, она создана исключительно парламентом Узбекистана. То есть другие ветви власти там практически не представлены. Там представлены парламентарии, там представлены региональные представительства. То есть, по-моему, три или четыре человека из правительства. И очень интересный нюанс, ни одного представителя из администрации президента нет. И складывалось такое впечатление, во всяком случае у меня, что эти поправки были полностью отданы на откуп парламента. То есть, ну, как бы отработать модель, как это все будет работать при таком вот, хоть каком-то разделении властей. И, соответственно, вот здесь мы столкнулись с той проблемой, что вот это разделение властей в Узбекистане, я думаю, во многих других странах, не обеспечено аналитически и экспертно. То есть у парламента Узбекистана нет своих каких-то экспертных аналитических служб. Они практически все находятся либо в ведении правительства, либо в ведении администрации президента. И поэтому многие предложения, которые делает парламент, они, видимо, просто не проходили никакой экспертизы. То есть, соответственно, вот взяли, предложили, а потом было так. Ну, народ как отреагирует, мы так посмотрим. И вот этот вопрос, откуда и от кого появились вот эти поправки, это достаточно интересный вопрос, и он, наверное, будет еще возникать. И в ходе расследования процесса, я думаю, что в Узбекистане уже предпринимаются определенные административные меры. Руководитель администрации президента фактически отправлен в отставку сейчас. Я думаю, будут искаться каналы, откуда появилась эта поправка, потому что понятно, что это отражает некоторые веяния, некоторые установки тех кругов, которые есть в Узбекистане. Но это вот только небольшие дополнения моего взгляда относительно того, о чем говорил Алишер. Что касается внешнего влияния или какой-то связи с Казахстаном, какой-то связи с другими странами. Здесь, конечно, я с Алишером соглашу, что, видимо, был пример, связанный с другими ситуациями такого фрагментации государств на постсоветском пространстве. Я думаю, украинский пример здесь был, наверное, одним из центральных. Но вот дальше этих примеров я никакой связи здесь не вижу. То есть какое-то влияние Казахстана, какое-то влияние каких-то других наших соседей на этот процесс, даже в качестве примера, оно, по моей точки зрения, полностью отсутствует. Спасибо, спасибо, Рустам. Я только хотел бы уточнить, когда говорили о парламенте, когда всему было на откуп, другие не участвовали, и в итоге получилось такое предложение, мягко говоря, не учитывающее специфику и возможную реакцию Казахстана. Опять же, может быть, мой вопрос прозвучит совсем не пониманием местной специфики. Так оно и есть. А что, Казахстан как-то совсем не представлен в парламенте? Совсем нет депутатов, которые имеют отношение к региону, хотя бы из него происходят и немножко понимают, что это может вызвать? Или с чем это связано, вот такое непонимание? Ну, хотя бы просто на об этом уровне. Да, хороший вопрос. И он касается не того, представлен Казахстан или нет, а более глубокого вопроса. Казахстан представлен в парламенте. Более того, в комиссии конституционной председатель парламента Каракалпакистана, Каракалпакистан, кстати, парламентская республика, тоже очень интересный нюанс, он является заместителем председателя конституционной комиссии. Каракалпакский парламент одобрил те поправки, которые были выносены на рассмотрение населения. То есть сказать, что интересы Каракалпакистана не учитывались с точки зрения каракалпакских элит, ну, просто будет некорректно. То есть они учитывались, каракалпакские административные органы не использовали никакого права на запрет или ограничение вынесения этих поправок, они их приняли. И более того, если мы прочитаем выступление Мерзиёева во время его первого визита в НУКУС, он совершенно справедливо обращался к парламенту Каракалпакистана, когда он говорил, вы же сами приняли эти поправки, почему вы их не заблокировали, почему вы не сказали, да, что этого нельзя делать. И тут надо понимать, что учёт мнения административных элит Каракалпакистана и учёт мнения каракалпаков – это немножко разная вещь. То есть здесь, да, и почему этот вопрос очень хороший, потому что вот я этот момент упустил, это момент очень серьёзной проблемы разрыва коммуникационных связей между властью и населением. То есть то, о чём мы всегда говорим, когда анализируем постсоветское пространство в узком формате, да, что это ключевая проблема – власть существует в своём воображаемом мире, население живёт в своём воображаемом мире. Эти миры, они очень мало пересекаются. И, к сожалению, вот это изучение мира, в котором живёт население, изучение настроения населения, оно просто-напросто отсутствует. То есть не просто учёт этих настроений, а просто-напросто отсутствует вообще какая-то попытка понять эти оппозиции. Причём это одинаково и в Узбекистане, и в Казахстане, и в других республиках, я думаю. И это вот, с моей точки зрения, ключевая проблема, поэтому спасибо за ваш вопрос. То есть, повторюсь, не учитывались ни настроения административной элиты, а не учитывались настроения населения, граждан Узбекистана. Да, спасибо, потому что, мне кажется, вот сейчас становится несколько яснее эта рамка, становится понятно, что, может быть, так внешне легко понимаемое, что, условно, там, не знаю, каракалпаки против узбеков, а выясняется, что, может быть, это просто же как бы население против элит, которые друг друга не слышат. Оказывается, что как бы разные, оказывается, разные во всем этом есть пласты. Позвольте дополню, вот эта терминология каракалпаки против узбеков, она абсолютно некорректна, потому что, скорее всего, в Пакистане антиузбекских настроений в этом конфликте вообще практически не звучало. Во всяком случае, это позволяет судить та информация, которая имеется сейчас. Да, поэтому говорить, что там межэтнический конфликт, будет абсолютно некорректно. Спасибо, спасибо, что это уточнили. Я хотел бы передать слово Аркину, потому что столько всего прозвучало и мнений вопросов, что не нужно водного. Само понятно, что тут хочется атригировать, что дополнительный, с чем поскориться. И Туякин, и микрофон. Спасибо, Вадим, за предоставленное слово. Как вы правильно сказали, в самом начале для нового поколения, граждан, это постсоветского пространства, это каракалпаки, или республика Карапахстан, это состав республики Узбекистана, она, конечно же, она действительно малознакома. Для нового поколения это именно что-то новое может быть. Это те события, которые там произошли, для них, может быть, это стало каким-то таким новым фактом в их жизни. Но это для меня, как уроженца Узбекистана, это понятно, что те события, которые имели место быть, я не мог мимо них пройти, потому что это для меня близко. И вот именно эти опасения по поводу стабильности республики Узбекистан, и это всего центро-азиатского сообщества, конечно же, было именно в эти дни это самое очень сильное. Но я вот тоже согласен, уже и Роза отметила, и Алишер, и Рустам, и практически добавить это по поводу тех событий, я думаю, мало. То есть я бы хотел только на некоторых моментах только остановиться, что, конечно же, все, что произошло, это вина власти Узбекистана. Как говорится в пословице «Не буди лихо, пока тихо». То есть этими поправками в Конституции, которые появились, как-то это неожиданно, они, конечно же, это нанесли вот очень такой как бы это тяжелый удар вот именно по по идентичности Каркалпак, я бы так сказал, потому что это задело самые такие как бы это потаенные чувства. Да, вот именно. Все-таки это имеет статус хоть и суверенной республики, но быть в составе другой страны. как бы это тоже как бы не Камильф, как говорят, это сегодня молодые, но тем не менее это факт, и с этим фактом это же будет как говорится это большинство Каркалпак. И вот такого это мнение, что этот статус, если его убрать, то то есть он это как бы не имеет уже того значения, которое оно имело раньше, это, конечно, тоже было глупо. И поэтому, конечно же, это полная ошибка узбекских властей. И тем самым я бы сказал, что узбекские власти просто-напросто это разбудили, да, вот такой спящий это Каркалпакский севератизм, или же даже это одновременно как бы это повысили градус и узбекского национализма, потому что вот то, что читаешь это в социальных сетях, это наглядно показывает, да, что между двумя народами как бы это нанесено вот такой удар, да, вот это по их дружбе и так далее. Ну, конечно, это большинство Каркалпаков и узбеков, они как относились к себе, да, вот как это близким братьям, как гражданам одной страны, это для большинства это граждан страны, оно сохраняется, но тем не менее, вот эти факты тоже как бы имеют место в бытие. понятно, что власти попали как бы это в капкан своих желаний, да, вот именно не просчитав вот именно то, что как это будет, как на это это самое отреагируют, да, это жители Каркалпаки. И вот это полное игнорирование или даже отсутствие внимания к мнению Каркалпаков со стороны власти, конечно, она и вызвала, да, вот те бурные события. Вот много пишут, а было ли это внешнее влияние? Ну, внешнее влияние, конечно, какие это большинство, я считаю, что внешнее влияние не было, да, но вот именно первого, второго, это июля, это во время этих паратистов, конечно, были какие-то и провокаторы, это бывает всегда, также события и в Алматы, да, это январе этого года тоже мы там видели это наличие этих провокаторов, да, и поэтому, конечно же, искать это внешний след, я думаю, это неправильно, потому что все мы знаем, что это всему виной, как мы уже все сегодня уже услышали, да, вот было вот это самое, вот такое, это самое, нерациональное, это решение узбекских властей. Тем более, вот Рустам это правильно отметил, что прошедшие события, они также показали вот именно наличие у властей проблемы этой коммуникации с обществом, да, вот я могу только добавить к этому, что еще государственная программа 2017 года, это по реализации, это стратегии действий, действий по пяти приоритетным направлениям развития страны на 2017 и 2021 годы, там была вот такая, это формулировка, да, что это государственным органам и организациям, это как бы ответственным, да, за эти мероприятия, было поручено обратить особое внимание на коренное вот именно совершенствование системы работы с этими, как бы, обращениями физических лиц, да, юридических лиц, а также налаживание вот именно такого открытого диалога это с населением, да, и ведение в практику этой системы отчетности должностных лиц, это в том числе, да, перед населением, и мы видим, что вот именно вот эти все это формулировки, это, как показывают события, они также, как бы, это были пущены на Асамакю, да, это в какой-то мере, то есть мы видим, что это как бы отрезок вот именно Каркалпакю от внешнего мира или это, по крайней мере, от других областей Узбекистана, и тем самым тоже вот именно как бы узбекские власти, они это получили, то, что получили, потому что вот именно эти все обращения это жители Каркалпаки, вот именно по этой телефонной связи, они тоже носили такой, как бы, проблемный характер, да, это многие не могли дозвониться, например, да, и высказать свое мнение, и поэтому это тоже, как бы, это самое, очень сильно повлияло, да, вот именно на тот настрой, который был у этого населения Каркалпаки, и это вызвало вот именно те протесты, которые имели это место быть. Я вот позже хотел бы сказать, что вот Роза, да, или кто-то из предыдущих спикеров говорил, что эти протесты, это как бы охватили это самое Узбекистан, нет, эти протесты были только в Каркалпаке, то есть тут надо тоже, как бы, это говорить ясно, да, вот именно то, что и не соотносить все эти события вот именно как бы со всей республикой. Это были протесты только лишь в Макуси, да, и еще, может быть, в более мелких районах это Каркалпаки, и не более того. Поэтому, конечно же, эти процессы, они это задевает вот именно как бы те вот такие как бы это самое национальные чувства Каркалпаков, и к их мнению, я думаю, и узбекские власти должны прислушаться. И тем более вот эти многовековые связи и Каркалпаков, и узбеков, это мы знаем, что не было таких случаев такого как бы этнических столкновений это между двумя народами. И поэтому я думаю, что это узбекские власти, они вынесут как бы урок, да, вот именно это из этих событий, и как бы почему-то это правильное решение. И то, что президент Мерзиёев вот именно как бы это говорится, это самое личное, это поехал в Каркалпакию, да, причем два раза, и как бы это на весь мир сказал, что те поправки, которые это были вынесены, их как бы самоотзывают обратно, это правильно, и тем самым он показал, что как бы он все-таки это самое держит пульс, да, вот именно как бы то есть, как вам говорят правильно, держит пульс в своих руках, да, ну, это время покажет, конечно, и очень хочется надеяться, что все, что было, да, вот именно это в начале этого месяца, это будет как бы вот именно таким как бы это событием, которым через это какое-то время все, я думаю, забудут, да, и вот именно атмосфера дружбы, да, как бы она будет это между и каркалпаками, и узбеками, это сохраняться и в дальнейшем, да, как говорится, дай бог. У меня, я думаю, все, да, спасибо. Спасибо, да, спасибо, вот, что рассказали, я для себя особенно обратил внимание вот на ваши статы стратегии двухсотдействий, мне не напомнили, вот, в общем, показали созвучными тому, что видели, там, и Беларусь регулярно развучала, и в других странах, когда, скажем так, мягко выражаясь, не совсем демократические лидеры, видя, видя, как бы, недостатки системы своей, видя, что у нее плоховато с обратной связью, они пытаются к ней пристроить различного типа какие-то костыли, и, как бы, оказывается, в какой-то момент, что все-таки костыли остаются костылями, и в критической ситуации, как бы, не очень работают, оказывается, что вот такие оригинальные каналы обратной связи, они, как бы, видимо, все-таки хуже, чем такие, например, традиционные, не знаю, депутаты могли бы, если на этом избираются, введут свою компанию депутатскую какое-то время избирателю, и вот они, как бы, автоматически вынуждены давать какой-то чудо-сделанной работе, ну, а если не могут, то находятся другие. Ну, это тоже, мне кажется, урок, может быть, больше во второй части обсудим, и тогда, говорится, last but not least, я бы хотел дать слово Даурену, еще раз, еще раз извинившись за то путинцу с именем-фамилией, вот, и, конечно, в конце уже много всего прозвучало, но тоже хотелось бы и ваше мнение услышать обо всем, обо всем происходящем, и какие у вас дополнения, точнение, может быть. Вадим, спасибо, но сразу, приношу извинения за качество видео, у меня не очень устойчивая связь, может, лучше даже отключить. Опять же, говоря об именах, мое имя, наверное, можно использовать для проверки шпион-человек или нет, то есть как Стенге, Даурен, то есть Даурен, если правильно, это так слово. Я прошу прощения, но я точно не шпион, сейчас не признаюсь. Да, ну, это как, в принципе, предыдущий спикер уже много о чем сказали, и я действительно согласен с тем, что Каракалпакстан для многих внешних наблюдателей это терра инкогнито, и, ну, и вообще в информационной повестке региона, не говоря уже Казахстана, Каракалпакстан довольно нечасто появляется, если и появляется, то это, прежде всего, наверное, вопросы, связанные с экологией, с Аралом, то есть, прежде всего, да, то есть, связанные вопросы с Аралом, ну, изредка появлялись какие-то публикации, связанные с каракалпакскими активистами, которым пришлось бежать из Узбекистана, да, в связи с преследованием еще, это, в Кыргызстан, потом в Кыргызстан, где-то мелькали материалы о том, наверное, в рамках выступления на мероприятиях по человеческому измерению в ОБСЕ, да, там, что в Узбекистане проводится принудительная стерилизация и так далее, то есть, что в Каракалпакстане тоже женщины этому подвергаются и так далее, но это, скажем так, никогда, как бы, во главе повестки не стояло, то есть, и тем более удивительно, что, так сказать, Каракалпакстан ворвался в повестку региональную, поскольку это одна из закрытых тем самостоятельности республики Каракалпакстан со Союзутистана и тем удивительнее, что власти узбекские как-то вот решили, скажем так, открыть это интернетом не тамп. Ну, я, честно говоря, вот сомневаюсь, что без администрации президента здесь дело обошлось. Понятно, что формально дело представили так, что были все эти поправки разработаны комиссией при содействии парламента, при содействии каракалпакских представителей. я не думаю, что в такой стране, как Узбекистан, не было кураторства со стороны администрации. Поэтому, когда, вот скажем так, власти пытаются, даже сам Мерзьёев, когда он говорил, что почему вы не предупредили, почему вы не ответили и так далее. есть какое-то лукавство, по-моему, я думаю, что это стоит обсудить. Ну, конечно, были разные мнения, то есть, в принципе, я согласен с предыдущими спикерами по поводу того, почему это было предпринято. Конечно, основной мотив это, наверное, все-таки продление полномочий, скажем так, обнуление сроков, а уже поправки по поводу Каркал-Пагастана, ну, скорее всего, это был непродуманный шаг, ну, непонятно, то есть, раздавались мнения, что, возможно, это был превентивный шаг, направленный на отвращение сепаратизма, кто-то говорил о том, что, возможно, это было сознательно провокация, но я не думаю, что в облегской власти могли бы сознательно эту провокацию вызвать, но то, что, как бы, не вызывает сомнений, что это решение было принято без изучения каких-то настроений масс, и это удивительно, потому что, в принципе, аналитические структуры Узбекистана достаточно сильные, и мы этого не можем утверждать, мы этого не знаем, но я думаю, в принципе, аналитики, наверное, давали рекомендации и говорили о том, что таких поправок принимать не стоит. Ну, опять же, это вот, говоря о роли аналитики, в Казахстане тоже не раз предупредили власти о том, что возможны эскалации, возможны народные пункты, но их мало кто слушал. Ну, вот, говоря о об общем, да, о каких-то общих моментах, при желании, конечно, много можно найти чего общего между событиями и в Казахстане, в Казахстане, в Казахстане, в Казахстане, то есть, был бы я сторонником теории заговора, можно было бы сказать, что протестующие, что власти действуют по одной методичке, власти, сразу отключают связь, интернет, закрывают границы и так далее, говорят о том, что большинство протестующих были в состоянии наркотического или алкогольного и так далее, внешние силы, ну, а что касается, ну, вообще, как бы, удивительно, то есть, в том же Накусе и параллели с Алматы, если проводить, первый день, да, вроде 1 июля, вроде подавили, вроде успокоили, Медведев выступил, но протесты продолжились, то же самое в Алматы было, то есть, 4-5-го вроде бы подавили, вроде бы в отставку ушло правительство, только я о каких-то меров заявил, но протесты опять продолжились, то есть, в этом плане какие-то параллели можно проводить, ну, и стоит отметить, что, как бы, вот эта риторика про внешние силы, ну, она, конечно, подспудна была, но тем не менее, вот я помню, что в первый день протестов МВД Узбекистана говорил о том, что причина, ну, из-за того, что неправильно население стало толковать конституционные реформы, ну, а потом, как бы, про это забыли и стали утверждать о том, что протесты были организованы внешними силами, хотя, скорее всего, ну, кризис, он имеет внутренние причины, и, конечно, нельзя говорить о том, что кризис на народном месте возник, внешние факторы, конечно, могли на это повлиять, но нерешающим образом, и, действительно, видимо, имела место, скажем так, ошибка, и освобождение руководителя администрации, то есть, видимо, косвенно подтверждают эту версию. Ну, и непонятно теперь, как будут вот обвиняемых, да, ну, и, да, их будут судить за просекаться на конституционный строй, но парадоксальным образом они выступали, скажем так, за сохранение нынешних положений Конституции, которые и президент высказался за то, чтобы эти изменения не выносить, поэтому по секательству на основной закон спору отменять действующую власть, а не, скажем, даже Муратова или Дубу. Ну, еще один интересный аспект, на который я хотел бы обратить внимание, это то, как в Казахстане, да, особенно в казахскоязычной среде восприняли протесты в Каракалпакстане, ну, раздавались разные мнения, маргинальные в основном говорили о том, что вот Каракалпаки, ну, несколько до мнений, кто-то говорил о том, что Каракалпаки это один из ротов казахских, ну, больше, конечно, говорилось о том, что наряду с нагаями, с Каракалпаками, казахи как-то составляют близкие друг другу народы, в социальных сетях, если, ну, я отслеживал, раздавались призывы, давайте поддержим Каракалпаков, и надо им отделиться, но это были, опять же, как я говорю, маргинальные какие-то вещи, маргинальные, ну, не центральное мнение, они преобладающие, в основном, лидеры общественного мнения, те же блогеры, политологи, говорили о том, что Казахстану никоим образом нельзя выражать поддержку каким-то сепаратистским устремлением, что прежде всего это для нас важны добрососедские отношения с Узбекистаном, и, в принципе, в этом русле шли обсуждения. Ну, что касается каких-то моментов, у меня вот, я не очень, скажем так, большой специалист по внутриполитическим процессом в Узбекистане, удивительно то, что предложили к изменению все статьи, кроме статьи 73, где говорится о том, что территория и границы Каракалпахстана не могут быть изменены без согласия и так далее, то есть почему-то именно эту статью не стали трогать, и где-то я читал, что представители каракалпахстан активисты выражали мнение, что возможно власти хотят именно эту статью под прикрытием того, что они другие изменения убрали. Ну, это так, опять же, из теории Загбора. Спасибо всем за их обзор. Мне кажется, выяснили, значит, что если кратко реализировать все эти Загбора, то, значит, казахский род в Каракалпахстане под иностранным влиянием, подурманенный наркотиками и неправильно он трактовал Конституцию, поэтому выступил за ее сохранение. Если кратко, то кажется, это я так, просто центральное мнение уже... Ну, шутки шутками, да, но про общем-то дички интересно. Давайте, если можно, если можно, переходить дальше, чтобы... Давайте, это последнее, кратко, да, и будем переходить дальше. Кратко, вот вообще и последний момент, который я хотел бы отметить, вот это, конечно, не очень благоприятные последствия, наверное, будут иметь для перспектив центрально-азиатского сотрудничества или кооперации. Вроде все как бы было благополучно, безоблачно развивалось, но вот эти вот последние события, они, конечно, какой-то разлад внесутся, потому что и в соцсетях там народ все равно повздорил в какой-то мере, и какие-то вот непонятки были с открытием, с закрытием границ, ну, какие-то, наверное, неблагоприятные последствия для перспектив это будет иметь. Но это так, мое личное мнение. Спасибо. Спасибо большое. Давайте перейдем ко второму вопросу. Если можно, то немножечко как бы ускоримся, потому что первый час у нас уже прошел. Давайте посмотрим на общий постсоветский контекст, включая вот протесты в Беларуси, январские события в Казахстане, агрессию России против Украины. вписываются ли события в Каракалпакстане в этот общий постсоветский контекст. И вообще, есть ли такая вещь сейчас, как постсоветский контекст. Мы уже немножко слышали тут про Казахстан и про влияние Казахстана, оно называлось. Давайте, если можно, то попробуем сфокусироваться на других постсоветских событиях. И начнем мы, пожалуй, Еркин, давайте начнем с вас. Да. Спасибо, Антон. Я не думаю, что те события, о которых вы сказали, они как-то и Каракалпакский, вот как говорится, кейс, да, нынешний, он не имеет ничего общего, потому что я же говорю, вот именно то, что произошло в Каракалпаке, это просчет узбекских властей. Если говорить вот именно те события, которые были в Беларуси, там это понятно, что это были, это был такой как бы демократический выбор белорусского народа, который вот именно на протяжении долгого времени, да, вот они выступали, требовали, это заявляли о своих правах, да. То, что было это в Казахстане, оно тоже было вызвано вот именно теми просчетами, которые это совершило уже казахское руководство. если брать это событие на Украине, то вот эта агрессия России против Украины, это уже как бы событие уже более такого другого порядка, мы уже видим как бы и геополитику, как бы, да, и влияние вот этого, то есть борьба так называемого коллективного Запада, это против России, да, и в свое же время борьба России против коллективного Запада, да, но если, это мое мнение, как я уже сказал, да, я думаю, что это в этом нет ничего, это удивительного, да, и я бы не стал их смешивать, да, и те события, которые вы сказали, это Шри-Ланга, там тоже несколько, это другие, да, это как бы были, это причины, причины, конечно, мы опять же знаем, это внутренние причины, это экономические, да, и политические, и социальные, в том числе, да, и как будет это происходят события на этом острове, пока можем только догадываться, но если брать же опять, это Узбекистан, да, эти события, как бы, как мы уже это сказали, это наличие, это внешнего оргазма здесь нету, и вот, как говорил, это самое, это самое, да, вот именно по поводу казахстанских событий, это есть ли связь между это алматинскими событиями, это января, да, и июльскими событиями в Узбекистане, я бы сказал, что нету, да, как бы, таких очевидных, вот именно, как там говорят, а, это может быть только совпадение, да, но вот именно то, что это событие, это в Алматы, они повлияли в какой-то мере на события в Каркалпаке, это, я думаю, это так считать неправильно, но вот и в, и в то же время, когда это Даурен говорил, то, что это в событиях в Каркалпаке, там, возможно, был так называемый казахский след, в кавычках, да, мы знаем, что это же, вот, например, события Жанна Узени, да, 2011 года, тогда это власти во всем обвинили, это уралманов, которые это переехали, вот именно, из Каркалпакии в том числе, но это были, большей частью, не Каркалпаки, это были, большей частью, вот именно этнические казахи, которые переехали, то есть, это репатриировались, да, это вернулись на свою историческую родину, там же были и казахи, и из Туркмении, но дело в том, что вот именно эти казахи, они выросли совершенно в других условиях, у них нету вот именно той Бозни, которая, той Бозни, которая соответствует вот именно гражданам, вот именно это казахского этнос в Казахстане, эти казахи, они выросли в других условиях, и у них есть свое собственное мнение, и они, как говорится, это не боятся, вот именно его высказать, и поэтому у нас это в казахстанским властям очень удобная позиция во всем обвинять кого, только не себя, вот именно это репатриантов, те, которые вернулись, те, которые хотят якобы это нарушить, именно ту стабильную ситуацию, которая есть сегодня в Казахстане, и таких вот именно, как там говорят, возгласов именно со стороны власти было много, или возьмем также, это первый президент Республики Узбекистан, Эпислава Каримова, который часто говорил, что вот там внешние силы, они как бы в этом заинтересованы, вот именно чтобы это нарушить покой в Узбекистане, вот именно это ее стабильность, и вот новое заявление уже это президента Мирзиоеву, когда он тоже сказал, что там внешние силы на протяжении долгого времени, да, готовили вот именно эти события в Узбекистане, это тоже, конечно, вызывает лишь только улыбку, да, поэтому, как бы, это возвращается к вашему вопросу, я в этих событиях, да, вот именно и в Белоруссии, и в Каракалпаге, и в Казахстане, и по поводу этой российской агрессии, я, как бы, общих параллелей я не вижу, да, хотя, конечно, они есть, да, если вот именно это вдумываться там или анализировать, как, да, там, это более детально, да, но если вот так, как бы, говорить, да, то я думаю, что это событие разной степени, да, это самое сложность, как говорят, да. Спасибо. Да, Эрик, спасибо большое. Понятно. Я видел, несколько раз уже поднимала руку Роза. Роза, давайте продолжим с вами. Да, я уже думала, что и не дождусь. Спасибо. Ну, что касается контекста, то контекст очевиден, он действительно один, не в том смысле, Эркин, что процессы управляемы откуда-то, там, я не знаю, неважно, где кукловоды сидят, да, может быть, они в Вильнюсе сидят где-то рядом со мной, да, может, они сидят где-то в Нурсултане или еще где-то. Не об этом речь, не о таких связях и параллелях, скорее всего, мы должны говорить. Мы, как эксперты, должны всегда, как бы, власти говорить о том, что на самом деле любого рода социальная мобилизация является непровоцируемой с точки зрения вмешательства иностранных спецслужб, потому что это отговорка, это перекладывание ответственности с себя на нечто мифическое. И это, кстати говоря, является общим, в первую очередь, для действия и оправдания властей и в Беларуси, и в Казахстане, и в Узбекистане. Вот здесь как раз-таки у них очевидно существуют параллели, как кто-то, Даурен, по-моему, говорил, вот буквально чуть ли не по одной методичке. И я могу даже сказать, какая это методичка. Это методичка известная, советская методичка. Они же все родом-то из, там, как мы все родом из детства, так они все родом из Советского Союза. Они где получали образование? Какие у них в голове схемы решения и способы решения проблем социальных? Те же самые. Если мы с вами даже обратим внимание, кто в каком университете учился и какой дискурс используется при объяснении кризиса. Очевидно, один и тот же. Более подвешенный, извините меня за выражение язык, у Такаева объясняется именно его образованием, его образовательным бэкграундом. И может быть менее, как в случае с Лукашенко, у которого образовательный бэкграунд несколько ниже. Но что касается… Мы соблюдаем социальную мобилизацию в одно и то же время. 2020-2022 год. Отрицать, скажем, даже временной фактор невозможно. Это первое. Второе, конечно, ковид, который существенным образом повлиял на социально-экономическое положение неуязвимых групп, самых уязвимых групп. Третий фактор – это, конечно, проблема социальной справедливости, связанная с ковидом и со всем прочим. Почему я обращала внимание на соседство с Каракалпакстаном именно западных частей Казахстана? Не в том смысле, что казахи каким-то образом спровоцировали социальный взрыв в Каракалпакстане, а в том смысле, что они находятся в одинаковых социально-экономических условиях. И эти социально-экономические условия, как то, например, джуд, падение скота, вы помните прекрасно, даже лучше меня, что последние годы ведения сельского хозяйства именно в этой части Казахстана и Узбекистана, оно значительно ухудшилось. Вопрос, как власти помогали им, и насколько вот это спровоцировало тоже вот это чувство, острое чувство социального недовольства, выраженное в разных лозунгах. Но оно о том же, о том, что этим людям с их мнением не считается. Это все о взаимоотношениях между властью и обществом. Неважно, каким обществом, казахским обществом, каракалпакским обществом или белорусским обществом. Обратной связи нет. Вот в чем дело. И самое главное, то, что мы сейчас с вами видим, каким образом они пытаются разрешить этот кризис. К сожалению, на мой взгляд, вот это вот типичный взгляд, что в первую очередь загнать под плинтус в самых активных схватить, обвинить их там неизвестно в чем, связиться с какими-нибудь, там я не знаю, неважно с какими, спецслужбами, чем-то там по свержению конституционного строя. Интересно, что они сами хотели изменить конституцию и чуть было сами не подорвали конституционность. Но теперь они перекладывают ответственность себя на протестующих. И в этом смысле они ничем не отличаются от белорусских властей. Я имею в виду узбекские власти. Я даже не думаю о том, что там Каримов звонил Лукашенко и спрашивал, ну как же ты там справился со своими? Нет. Но у них есть определенные представления. И эти представления типичны. Как надо решать вопрос народа? За один-два дня разобраться. Что значит разобраться? Он даже, может быть, особо и не вникает в этот вопрос. Он отдает это на откуп силовиков. А силовики-то наши все тоже из одной бочки, извините за выражение. В этом отношении контекст у нас с вами один. Совокупность факторов, приведших к социальному взрыву, разная. Но контекст один. И, к сожалению, справляется с этим социальным кризисом в Беларуси, в Казахстане или в Узбекистане одними и теми же методами. Соответственно, может быть, к сожалению, и результат очень схожий. На мой взгляд, картина выглядит именно таким. И было бы сложно представить себе, что будет по-другому. Единственное, что надо отдать должное Мерзиёеву, что он все-таки понял самую ключевую проблему, ошибку, и попробовал ее отмотать назад. В этом смысле он, конечно, оказался значительно умнее, нежели чем, например, Лукашенко. Я как раз сравниваю сейчас именно белорусский опыт и опыт узбекский. Узбекский в смысле с точки зрения узбекских властей действий, а не в смысле, что на территории Узбекистана тоже были, на всей остальной территории Узбекистана тоже были волнения. Географически локализация четко очерчена. Это, конечно, Каракал-Пакстан, в частности, Нукус, и еще ряд, по-моему, там не очень большой ряд каких-то населенных пунктов. Все, у меня все. Спасибо. Спасибо большое. Рустам, давайте продолжим с вами. Тут у нас есть два мнения. Одно, что, в общем, там, не знаю, протексты в Каракал-Пакстане приблизительно связаны также с протестами в Беларуси, как, не знаю, с протестами в Сри-Ланке, и мнение Розы о том, что это все наш постсоветский контекст, и у нас там довольно похожие симптомы болезни, что ли. Рустам, пожалуйста. Да, тут несколько аспектов разных. Мне кажется, Эркин говорил об одном срезе, Роза говорила немножко о другом. Поэтому выглядит это как противопоставление. На самом деле, я тут противопоставление не вижу, просто об разных позициях речь идет. В данном случае я бы просто обратил внимание на то, что зависит от того, на каком уровне мы говорим о ситуации. Да, если мы говорим о локальном уровне, ну давайте зададимся вопросом. Что было бы в Каракал-Пакистане, если бы вот этот блок поправок, который касался статуса этой республики, не был бы выдвинут на всенародное обсуждение? Были бы там какие-то протесты? Несмотря на ковид, несмотря на прочие проблемы, с которыми, ну действительно, Каракал-Пакистан, это действительно регион, который имеет очень большие проблемы, как Дурен уже отмечал, прежде всего, киорологического происхождения. Ну были бы там протесты? Нет, конечно, не было бы. Никаких оснований предполагать, что там были бы протесты вот именно сейчас, летом 2022 года, просто-напросто нет. Вполне возможно, что эти протесты, какие-то выступления появились бы в отдаленной перспективе, потому что проблемы действительно есть, но вот сейчас их бы не произошло. То есть, соответственно, в данном случае я полностью солидарен с Аркином в том, что основа проблемы лежит в административной, коммуникационной проблемах власти в Узбекистане. То есть административная система, коммуникационная система дали сбой. С другой стороны, понятно, что мы же не можем исключать того, что фактора, что мы все находимся на постсоветском пространстве. Нравится кому-то этот термин, не нравится кому-то этот термин. У нас есть то наследие советского, да, вот как бы нашего и постсоветского формата, который мы имеем. Если мы будем смотреть типологию наших государств, мы действительно относимся к сходному типу. Я буду говорить о той зоне, которой я профессионально занимаюсь, если мы говорим центрально-азиатские государства. Практически типология одна и та же. То, что, ну, там можно по-разному называть, я в своей практике называю слабыми государствами. Одной из характеристик которых как раз-таки является ожесточающий разрыв между властью и населением. Да, то есть отсутствие общей идеи, консолидирующей население, консолидирующей население и власть. Да, ну, там признаков очень много, я не буду вдаваться в теоретические позиции, но тип государства одинаковый. Значит, если тип государства одинаковый, значит, соответственно, реакция на какие-то процессы будет сходной. Да, другое дело, что эти процессы между собой не связаны, но реакция будет сходной. Да, мы можем подняться на более высокий уровень. Давайте позададимся вопросом, откуда у нас вообще взялся, да, Кыргызстан, откуда у нас взялся Узбекистан, откуда взялся Казахстан и другие наши республики. Ну, это классическая европейская модель нации строительства, да, создание национальных государств. Да, то есть, соответственно, в этом плане мы общие позиции имеем с нашими национализмами. Да, конечно, общая модель есть, и в этом плане мы уже, контекст уже будет не просто постсоветского пространства, а всего европейского пространства. И мы увидим, вот у нас пример с Косово сегодня звучал. То есть, почему мы можем с Косово и находить что-то общее? Потому что та же модель нации строительства, да, та же самая модель создания национализмов работает. Поэтому мы получаем те же самые форматы, да. То есть, зависит от того, на каком уровне мы будем рассматривать. Ну, я повторюсь опять-таки, экспериментально, если мы останавливаемся все-таки, не вдаемся в теоретические модели, не хотим уйти в какие-то заоблачные высоты, если мы зададимся просто вопросом, да, не было бы поправок, были бы протесты? Нет, протестов бы не было, да, никаких индикаторов для протестных настроений в Крымко-Пакистане не было, да. Соответственно, в данном случае, действительно, мы можем говорить о совершенно уникальном событии, поиск связи, который с другими может помочь нам его понять, но в то же самое время, к сожалению, может вывести нас в какие-то глубины конспиратологии и может создать достаточно серьезные проблемы с нашими соседями. Вот Рен сегодня говорил, да, вот этот вот поиск там общих каких-то этнических рамок, кто кому должен помочь и так далее. Поэтому я бы вот остановился на таком подходе. Ну да, спасибо, но тут, конечно, вопрос, понятно, произошла как бы ошибка на уровне управления, но, скажем, почему она произошла, причина этой ошибки. Ну, это так, это от себя. Да, но причина – это тип государства, это тип той государственности, которую мы имеем, а слабая государственность со всеми ее признаками. Спасибо. Даурен, давайте продолжим с вами, что вы думаете на этот счет в плане протестов в Карапакастане как часть общесоветского контекста или, может быть, вообще общемирового. Пожалуйста. Ну, если говорить кратко, да, то есть, ну, во-первых, желание, да, в действующей власти свою власть консолидировать, упрочить, да, то есть, то, что было в Белоруссии, Лукашенко хотел избраться на очередной срок, в Казахстане это, ну, чуть-чуть другие, конечно, были моменты, то есть, там, тандем и так далее, но, опять же, весь вопрос упирался в том, чтобы и для Тукаева, чтобы упрочить свою власть. И в случае с Мерзьёевым мы имеем то, что в основе всего лежит желание, скажем так, действующей власти, эту самую власть упрочить. И я не исключаю, ну, вот вначале говорилось о том, что вот Алишер, да, по-моему, говорил, что Мерзьёев, ему понравилась риторика Тукаева по поводу власти государственных обменей, и я не исключаю, что в будущем Тукаев, который строит новый Казахстан, скажем так, последует примеру Мерзьёеву, который строит новый Узбекистан, и, скажем, захочет в конце своего второго срока, ну, скажет, ну, да, я обещал, что не буду переизбираться, но, вы знаете, мне надо закончить реформу, а давайте мы внесём изменения в нашу аституцию и уберём эти ограничения. То есть, поэтому в основе всего я вот вижу именно, скажем так, желание власти, эту самую власть, скажем так, оставаться у власти. Ну и, конечно, да, я согласен с тем, что с Вазмаратной, с компанией, что подскудно, да, вот в основе всех этих кризисов очень большую роль играют социально-экономические причины, и со временем, наверное, это всё будет усугубляться. Что касается Каракала-Пакистана, я не знаю, насколько можно ожидать, что, как и в случае с Косово, это потом выльется в какую-то, я не знаю, гражданскую войну. Вряд ли, конечно, но вот этот... Меня беспокоит то, что ящик Пандоры открыт, да, то есть тот самый закрытый вопрос о, скажем так, о суверенитете Каракала-Пакистана, власть сама же своими неумелыми действиями открыла, и теперь непонятно, да, то есть несмотря на то, что в Каракал-Паке меньшинство составляет в Каракал-Пакстане, ну, вот это вот всё-таки столкновения произошли, и сам говорил о том, что межэтического фактора как такого нет, но кто может дать гарантию, что он не появится, да, что вот это вот силовое подавление узбекскими, скажем так, силовиками не приведет к тому, что появится вот именно вот этот фактор, и он будет больше себя проявлять, и будут какие-то столкновения именно на межэтической основе. Спасибо. Спасибо большое. У меня тут небольшие проблемы с камерой пока что, ну, давайте тогда слово Алишеру. Алишер, пожалуйста, тот же вопрос, собственно. Ну, я согласен, Сиркину, что вот случаи в Каракал-Пакстане вот эти протесты имеют свою особенность, уникальность, но в то же время, конечно, нельзя не видеть определенной параллели с тем, как власти реагируют на протестные настроения, на выступления. И я бы здесь как бы, ну, вот Рустам говорил о недостатке коммуникации между властями и населением. Я это вижу как часть более такой широкой, скажем, проблемы. Это связано с политической культурой, которая устанавливается в наших государствах и, соответственно, как бы с типом государственности. То есть политическая культура плюс государственность в одной связке идут. И я бы различал тут, по крайней мере, вот на тех, на пространстве, которые, если из него исключить, такие, прибалтику, например, да, то два типа политической культуры, которые сложились и развиваются дальше, функционируют. Это олигархический капитализм, как бы логика олигархического капитализма и логика вот такого жесткого суперавторитарного государства, вот как это, например, сложилось в условиях Каримова или, например, в Туркменистане. В какой-то степени в Таджикистане. В чем особенности, в чем отличие? Все-таки это, если, скажем, авторитарный лидер вот в такой супер жесткой, при супер жесткой авторитарной модели, он все-таки сидит на одном стуле. Там какая-то есть встроенная логика, да, вот того, как они относятся к социальным процессам, протестам. И она во многом даже основывается на ограничении не только политических свобод, но и экономических также. Олигархический капитализм это попытка сидеть на двух стульях. То есть, с одной стороны, вот мы видели на примере сейчас Мерзиоева, он как бы зарекомендовал себя как человек, который, с одной стороны, явно будет продолжать такую авторитарную модель, не будет отпускать как бы борозды правления из собственных рук и будет стараться править пожизненно. Но, с другой стороны, он зарекомендовал себя как реформатор, как Рустам говорил. Есть определенные такие амбиции реформаторские, на самом деле, какие-то реформы были проведены. Но это как бы попытки сидеть на двух стульях. С одной стороны, дать как можно больше экономической свободы и даже в политической сфере. Например, определенная степень свободы слова была предоставлена, были освобождены политические заключенные. Здесь тоже какие-то изменения, хотя, конечно, какие-то фундаментальные институции, которые бы обеспечивали более демократический режим, он так не реформировал, он не вел это. Но это вполне закономерно. Это исходит из интересов той правящей элиты, которая ориентируется на вот эту модель олигархического капитализма. Она заинтересована, она не может существовать без определенного класса технократии, профессионального класса, класса предпринимательства, с которым они должны какой-то заключать компромисс и для них обеспечить определенное пространство, не только экономическое в плане экономической работы и предпринимательства, но и в определенной степени и в политической сфере, чтобы они чувствовали себя комфортно. Но в то же время сохранять эту автократию, сохранять этот автократический режим и контроль над властью. И таким намерением править пожизненно. Мы это видим на примере Российской Федерации, мы видим на примере Казахстана при Назарбаеве. Я не знаю, как сейчас развивается ситуация там, в какую сторону. Пример Украины. Тоже самая олигархическая модель. Может быть, они отличаются между собой в большей степени свободы. Все-таки в Украине больше демократии было, по крайней мере, до настоящего времени. В России меньше, но там все-таки и в России определенные есть какое-то было пространство для гражданского общества, для выражения собственного мнения. И сам факт, что даже Навальный функционировал и осуществлял свою деятельность достаточно долго, говорит сам за себя. И на Зарбаеве тоже, в общем-то, мы видим, что по сравнению с режимом Каримова гораздо больше было свобод. Там не репрессировали эти гражданские организации, неправительственные организации. больше свободы слова, больше экономисты свободы. И в итоге мы видим, даже это отражается на рейтингах, на кредитных рейтингах. У Казахстана гораздо более высокий кредитный рейтинг, суверенный, чем у Узбекистана. Нерезовев решил, видимо, пойти по этому пути, по пути как бы эволюции в сторону такой же модели, при которой неизбежно определенное какое-то пространство для определенных свобод гражданских, индивидуальных. Но при этом он должен сохранить свою какую-то власть, централизованную, вот такую монополию на власть, на президентском кресле. И вот это балансирование между двумя этими полюсами создает эту динамику, которую мы видим в каждой из наших стран. В одних странах это эволюционирует в итоге в сторону ужесточения режима. Это в Российской Федерации. Мы видим, что в последние годы там идет возврат более авторитарной жесткой модели. Хотя мы видим на примере, я в отношении очень критически к тому, что там происходит. Мы знаем, что это страна-агрессия сейчас в Украине. Эта агрессия продолжается с 2014 года. Но мы видим примеры Хабаровского края. Мы видим, как эти протесты там развивались, и власти не особо как бы осуществляли такой нажим подавления. Они дали все-таки этому пару выплесенцу из котла и сам по себе как бы сошел на нет. Ну, определенное, конечно, давление административным. Но вот это интересный пример, который, если сравнить его с Карабахстаном, в выгодном свете как бы характеризует то, что происходило в Российской Федерации именно в этом, в рамках этих протестов в Хабаровском крае. Вот еще раз сказать, в одних случаях эта модель, она такая динамическая, она такая малоистойчивая, она может функционировать и эволюционировать как в Украине в сторону большей демократии, в сторону каких-то реформ, она может эволюционировать в тем возврата более жестким методом. И сейчас в Узбекистане ключевой вопрос, который стоит перед страной, это в какую сторону сейчас будет эволюционировать в режиме Мерзиоева. Учитывая эту ситуацию, когда вот эту проблему власти сами создали для себя, то есть там как бы предпосылок не было, там, конечно, был определенный, не был приятный социально-экономический фон, вот эта экологическая катастрофа, вот социальная справедливость, но это могло существовать и дальше годами и годами, понимаете, он не обязательно будет транслироваться какой-то такой радикальный протест. А вот сейчас это произошла вспышка, это была реакция на вот такие необдуманные действия властей, и это создает новые ситуации, которые перед Мерзиоевым ставят какую-то дилемму. Вопрос, что дальше? С точки зрения как бы вот такого страха, вот если понимать внимание, его как бы персональный такой страх, боязнь, утерять контроль, это будет вынуждать его подталкивать в сторону такой более жесткой модели, может быть, какой-то возврат, реставрации каримовских методов. И сейчас вот понимаете, вот этого уволили начальника президентской администрации, руководителя президентской администрации Занна Мединова, который был очень близким к нему очень долгие годы, понимаете. И вот то, что сейчас его уходит, хотя он не является далеко не идеальный функционер, но видимо он способствовал эволюции Мерзиоева в сторону вот этого двойственного такой двухполисной модели, которые являются почвой для коррупционной процедуры, безусловно. Самое слово олигархический капиталист говорит за себя, но сейчас есть такое опасение, что вместо этого Занавидинова могут посадить человек к римовской эпохе. Функционируют такие слухи, если это произойдет, то возможно Мерзиоев сейчас видит более безопасный для себя такой вариант это все-таки реставрацию каримских моделей и вот те реформы, которые может быть намечались, какие-то шаги небольшие в сторону реформирования системы управления, они сейчас видимо возможно пойдут под откос. Вот так есть опасения сейчас. Особенно учитывая, что помимо этого протеста в Картфокстане он может опасаться уже новых каких-то протестов ближе к окончанию данного президентского срока и это будет вынуждать его все-таки примитивно принимать какие-то меры и не обязательно может произойти в сторону какой-то либерализации это может произойти в сторону ужесточения и возврата в какой-то степени прежней модели. Спасибо большое, Алишер. Да, действительно большое спасибо. Вы сейчас глядите, когда мы немножко заговорили больше про опыт кстати вы упомянули когда про опыт Хабаровский в контексте наше обсуждение вспомнилось как например поскольку протесты Хабаровска происходили параллельно с протестами в Беларуси и как например там внезапно на улицах Хабаровска местные жители кричали «Живи Беларусь» а в Беларуси кричали Хабаровску привет тоже такой момент когда прямо скажем ничего общего у повестных не было и вообще вряд ли в Беларуси в Хабаровске много знают друг о друге но общая такая солидарность и общее настроение воодушевляющего друг друга она тем не менее на практике прям влияла это конечно были такие действительно эпичные кадры представители где внезапно Хабаровска солидарность Беларуси и вот я еще обратил внимание на то как Гаурен попробую не по-шпионски сказать говорил о том как Такаев может быть последует примеру Рзиоева тоже потом попробует продлить свои сроки тут конечно по-белорусски хочется сказать что в советском пространстве уж если меняя конституцию и таким образом продлить себе сроки можно вспомнить что Лукашенко еще в 96-м году кажется когда случились изменения в конституции он так начал сначала отчет своих сроков в общем все тут если кто-то кого-то копирует видимо все скорее уж копируют его на то пошло и я к чему все это говорю последний вопрос другой краткий и перед последним вопросом я бы хотел ревизу что появляются реплики в чате я вижу это хорошо поэтому действительно тех кто захотят что-то еще добавить задать вопросы можете сейчас написать в чат чтобы потом мы с этим продолжили а пока я бы хотел попросить всех наверное тогда это кратко уже не про уроки говорить скорее про может быть по одному уроку как вам кажется какие уроки какой урок постсоветские страны разные лидеры разные лидеры какой урок они вынесут из событий в Кабахстане и в целом из того транзита какого-то изменения конституции из опыта протестов какой вообще главный урок всего этого всего этого или себя вынесут вряд ли есть уроки которые стоило бы вынести а какое вам кажется вынесут из этого что здесь будет вообще казаться другим лидерам и протестующим в этой истории самое интересное Роза как мне кажется мне кажется я уже озвучила что к моему сожалению я бы не хотела бы этого видеть но я это вижу на примере Белоруссии и отчасти отчасти не в прямом смысле не стопроцентно в Казахстане и возможно это произойдет в Узбекистане это наступление на права человека и сокращение поля для деятельности независимых медиа НГО и вообще в принципе вот эта демократическая повестка она может очень существенно сократиться потому что власти и в Белоруссии и в Узбекистане и в Казахстане убедились в том что силовым методам альтернативы пока на сегодняшний день нет я надеюсь по крайней мере что относительно молодые президенты то есть как я их называю президенты второго поколения в Казахстане и в Узбекистане все-таки будут больше обращать внимание на социальные трансформацию общества потому что общество оно не спрашивает на самом деле у власти как ему развиваться и трансформироваться оно трансформируется оно развивается так или иначе и вот проблема вот этого клэш столкновения представлений то о чем говорил Рустам каждый в своем воображаемом мире вот столкновения этих двух воображаемых миров я боюсь что они неизбежны в ближайшее время либо мы будем иметь дело с ужесточением авторитарных порядков и на примере Беларуси например вообще в принципе выливаться в создание уже трансформацию из авторитарного режима в тоталитарный для этого кстати говоря ресурсы не нужны большие как выясняется спасибо 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 Роза продолжим продолжим оптимистичные прогнозы так я вижу у Ольжера а вот Ольжер к нам вернулся можете продолжить какой вам кажется главный урок вынесут ну частично уже на этот вопрос ответил а сейчас перед Мерзиоем стоит такая дилемма вот в каком направлении развиваться да вот в сторону дальнейшего какого-то углубления реформ наверное он все-таки в сфере экономической какие-то будут в дальнейшем делать какие-то уступки в сторону экономической либерализации хотя мы видим здесь в общем-то и даже в этой сфере процесс идет в несколько такой уролевой форме особенно в флоповой промышленности вы знаете там был отменен принудительный и начался какая-то переход на такие рыночные рельсы но в то же время правительство стало насаждать такие монополитические структуры в каждом районе так называемые кластеры которые конечно идут в разрез с принципами справедливой конкуренции и это противоречит принципам рыночной экономики и вот такие компромиссы между старой режимной какой-то политической культурой и требуемой дня стремление с одной стороны обеспечит определенную политическую легитимность для себя то есть легитимность в глазах общества не только в глазах своего общества но и с точки зрения международного сообщества например в Узбекистане конечно они могут не считаться с мнением Европы вы знаете сейчас было заключено соглашение партнерства с Евросоюзом с Соединенными Штатами они стремятся привлечь иностранные инвестиции а для этого надо улучшать какую-то инстануальную среду в Узбекистане а с другой стороны в общем-то страх утерять контроль над властью монополию над властью и этот принцип автократии он является другим фактором который влияет на их поведение взаимодействие двух факторов и будет видимо будет определять в какую сторону он все-таки будет качнется маятник в нашей стране в Узбекистане я думаю что и в Казахстане наверное тоже аналогичные как бы соображения у Токаева тоже такая дилемма то ли он будет все-таки двигаться в сторону какого-то дальнейшего политического реформирования что повысит свою какую-то политическую легитимность и все-таки он будет оставаться вот таким автократом для которого важнее контроль монополию над властью мне трудно сказать в какую сторону в каждой из этих стран будет эта ситуация эволюционировать я кстати это в моей статье рассматривал которая выставлена у нас на сайте нашей организации где я рассматривал сравнивал две модели каримовскую и мерзиоевскую и показывал эти факторы вот эти факторы политической легитимности и фактор автократии и вот это делает как бы ситуацию после после Карл-Пахстана очень непредсказуемые понимаете в этом плане я считаю что вот эти автократии вот такого олигархического типа они создают определенную нестабильность вы как бы не уверены в будущем в какую сторону эти автократии основанные на модели олигархического капитализма будут развиваться понимаете даже даже Украине сейчас понимаете сейчас ситуация когда они ведут такую мужественную героическую борьбу после завершения дай бог они все-таки одержат победу я не уверен в каком направлении будет развиваться политическая система в этой стране понимаете поскольку все-таки это правда не до конца неясно что мы не будем углубляться в ситуацию как будет развиваться после войны в Украине то мы совсем далеко идем в нашу тему обсуждения прошу прощения непредсказуемости этих моделей основанных на олигархическом катализме которые ориентируются на развитие на установление этой модели ну да действительно действительно объемные лошади появляются и руки поэтому давайте снова будем все раз всех прошу тогда кратко про какой-то основной урок Рустам Бурнашев справлена фамилия как вам видеть какой основной урок из-за на последственном пространстве всего произошедшего ну какой урок вынесут практически с моей точки зрения невозможно сказать тем более если мы говорим о всем пространстве да потому что с моей точки зрения технически это невозможно я соглашусь наверное с той моделью которую выстроил Алишер и ограничить только Узбекистаном вот с той моделью которую Алишер описал для Узбекистана мне кажется она максимально близка к реальности единственное что я бы обратил внимание на третью возможность которая скорее всего в Узбекистане будет реализовываться и которая реализуется практически с 2017 года это что-то среднее да между вот олигархическим моделью да и моделью абсолютно такое авторитарной вплоть до тоталитарности да то есть похоже на то что было в Казахстане и есть в Казахстане да то есть то что в Узбекистане по-моему в 2000-е годы пытались назвать авторитаризмом развития такой термин там появлялся да то есть соответственно есть понимание то есть для этого для этого вопрос важно понимание почему вообще в Узбекистане начались реформы да это действительно как Алишер отказывал это очень серьезная ограниченность ресурсов которые Узбекистан обладает обладал в 2016 году и обладает сейчас и необходимость однозначного установления внешних контактов тем более сегодня мы говорили неоднократно что внешняя обстановка она крайне неблагоприятна к нашим государствам центрально-азиатским и вот эта часть развития она должна обязательно реализовываться и более того вот эта часть развития связана с какой-то да управляемой демократизацией она еще как я говорил в самом начале в определенной степени гарантирует вот тех эксцессов столкновения с абсолютно непредсказуемым для правительства нашего населения то есть мне кажется и вот мне кажется вот эта третья модель она скорее всего будет реализовываться с колебаниями но будет двигаться именно на грани между теми двумя полюсами которые Алишер очертил да спасибо спасибо Рустам Иркин есть у вас какая-то какая-то опять же давайте не будем прогнозировать развитие все модели на десятилетия это кратко какой сейчас для себя вынесут урок но я совсем кратко я думаю что наши власти и власти Узбекистана и власти Казахстана вот именно по тем событиям которые это произошли они вынесут это правильное какое-то это решение там да ну на это это по всяким ну как говорится на это бы очень хотелось бы надеяться но с другой стороны я прав же вот именно то есть я прав так же и со словами и Алишера и Рустама что это сегодня как бы есть вот такая опасность да то что именно авторитаризм да он как бы это вновь вернется да и еще более сильными какими-то там акцентами да и в Узбекистане и в Казахстане и то что сегодня вот уже мы видим что и президент Мерзиоев он как бы уже у него несколько его интонация да несколько меняется вот именно если если сравнивать то что было 2016-2017 годы да но тем не менее он пока еще имеет вот именно это значительную поддержку граждан Узбекистан так же как и наш это нынешний президент да ну опять же как тот же Даурен сказал или кто я уже не помню что это со временем да у него может тоже появиться так это самое да вот такое мнение что они провестили бы и у нас тоже референдум да это чтобы сохранить свое место да но опять же да эти так называемые игры патриотов они я думаю ни к чему хорошему не приведут поэтому конечно же общество должно вот именно не оставаться это в стороне и конечно же принимать очень активное участие да и в политической жизни и недостаток это политическая культура это к сожалению тоже как бы имеет свое место потому что все-таки политическая культура она ведь не появляется на пустом месте да она она взращивается да вот именно это годами это поколениями да и поэтому конечно же это в нашем случае вот именно это случай центральной Азии это очень такая проблематичная очень такая проблематичная тема да ну как говорится будем верить что все будет это хорошо и нас все это минует да хочется верить да в самое лучшее спасибо и тогда прежде чем идем к вопросам вот уже видим руки мы тогда Дурьян тоже просил может быть очень кратко высказаться какой вид Саша только за день урок главный ну я думаю главный урок который власти вынесут это прежде всего иллюзорность политической стабильности да то есть что события в Казахстане что в Узбекистане показали что в принципе расшатать стабильность в государстве очень легко как непродуманными шагами как и вследствие каких-то социально-экономических причин и поэтому ну как и предыдущие спикеры говорили я думаю в том же в нашей стране Духаев он будет свой вариант просвещенный да в кавычках авторитаризма строить и наверное вот он широкую программу реформы объявил внедрение выборов местного самоуправления и так далее но наверное с учетом всех этих уроков все-таки эти реформы будут характер управления демократии опять же нести где-то косметический характер власть не захочет терять контроль и поэтому главный урок для власти в том что выпускать ложи из рук совсем полностью нельзя и поэтому наверное нас все-таки в этом плане оптимизма у меня мало ну и если кратко второй урок комплементарный для нас для аналитического сообщества очень кратко да власти наверное все-таки поняли важность аналитики важность своевременного обращения внимания на острые проблемы на которые обращают внимание эксперты поэтому в этом плане наверное роль аналитического сообщества усилилась спасибо 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 дурин хочется верить подразумно вспоминать в 2017 году в Беларуси тоже аналитики хором говорили что введение налога на безработицу оно явно вызвает протесты в том числе в связи с тех кто явно считает решение несправедливым и в общем власти проигнорировали и протесты получили но прямо скажем явно в 2020 году как бы нет то чтобы это помогло и власти вынесли уроки что заслужат аналитиков кажется нет ну что всем спасибо и приходите к вопросам Антон я вижу руку от Романа Весмертного Роман пожалуйста вам слово спасибо добрый день уважаемые господа я из Киева Украина я хочу вас успокоить Украина будет демократическим европейским государством просто мне пришлось быть организатором одной из революций я знаю что такое сила украинского общества у нас шестой президент если надо будет снести этого после победы над Россией значит снесем если он будет пытаться навязать общество какие-то антидемократические диктаторские позиции теперь вопрос по поводу темы которую мы обсуждаем не кажется не кажется ли вам что Узбекистан Казахстан Семипалатинская область Беларусь так служилось что я родился и вырос в Украине служил в Казахстане работал послом в Беларуси это мины которые заложила советская система и только она и по команде их взрывает когда вы строите государство вы идете по дороге вы мин там не ложили мины эти знает тот кто их заложил поэтому я вас очень прошу когда вы говорите о нынешней ситуации в Узбекистане то что ее нужно так ставить не нужно сводить вопрос к одному народу и нужно если говорить о России то нужно говорить о всех 190 этносах сегодня среди агрессоров в Украине около 10% это россияне все остальные это представители разных этносов так вот я хочу спросить вас не думаете вы что эти мины взрывались взрываются и пока еще к сожалению будут взрываться но запускать этот взрыв будет тот кто эти мины закладывал спасибо спасибо кто хочет ответить я коротко если можно по поводу роли российских федераций я я не думаю вот я не поддерживаю этой идеи вмешательства как ни с стороны запада так ни с стороны российских федераций в этих событиях в Карапагстане конкретно в этих событиях в отличие вот конечно вот в росточной части Украины в 2014 году там другая история была но постфактум вот в этих бенефициарном этих событиях то как власти действовали в этой ситуации конечно безусловно будут российские федерации то есть это создает условия для установления более такого сильного контроля над Ташкентом со стороны российских федераций поскольку сейчас Узбекистан Ташкент сейчас начинают чувствовать свою удивленность и я даже не исключаю того что в общем-то на ком-то этапе и даже сейчас Мирзюев сейчас рассматривает такой вариант может быть вступление ВДКБ несмотря на тот факт что происходит геополитическое ослабление России но тем не менее вот учитывая то что произошло в Казахстане в январе я думаю что Мирзюев для себя сейчас такой как бы вряд не исключает но в причинах того что произошло нет я не вижу никакой роли ни российских федераций ни каких-то там фундаменталистов ни там западе и так далее и так далее это вот результат исключительно внутренних причин каких-то внутренних внутренних каких-то триггеров Лиша спасибо большое Рустам хотел ответить пожалуйста Рустам да нет я руку поднял когда Алишер уже практически описал эту ситуацию я опять ну тем более мнение раз слово получил тем не менее мне кажется что то что мы называем минами это не столько советское наследие не чисто советское наследие а все-таки там модельное строительство которое нам было предложено в рамках Советского Союза но по сути она транслировала европейскую модель да то есть это европейская модель которую мы сейчас имеем те кто управляют этими процессами они уже или закладывали эти процессы они уже давно ни на что влиять не могут с моей точки зрения использовать уже не могут в силу физического отсутствия в этом мире да то есть соответственно мы имеем некоторые проблемы которые да были заложены ранее а причиной я полностью соглашусь с Алишером что здесь все факторы абсолютно внутренние и опять-таки искать какую-то скрытую силу здесь абсолютно бесперспективно то есть надо разбираться самим и самим анализировать почему и как получились те выступления которые мы имели в Узбекистане спасибо большое хотел бы слово передать Филиппу Нубелю Global Voices Филипп пожалуйста включайте микрофон так меня слышно да добрый день спасибо вам огромное очень интересная беседа у меня вопрос по поводу Китая как вы считаете вот недавняя ситуация в Казахстане теперь в Каракал-Пакстане может усилить как бы имидж и влияние Китая со стороны казахстанских узбекистанских элит ну и конечно на фоне вот как бы имиджа Россия спасибо спасибо большое за вопрос кто хочет ответить насчет роли Китая кто-нибудь из спикеров Рустам давайте я я кратко отвечу я думаю что это событие в Каракал-Паке а также событие которые были в Казахстане в январе этого года они как бы как там правильно это выразить да это именно имидж Китая это страна центральной Азии он и без этого очень такой как бы это не маленький да и не высокий и не маленький ну что-то там между это средним но тем не менее вот именно имидж Китая это политических элитах стран центральной Азии я думаю он довольно весомый да и эти процессы они как бы никак не повлияют да на это увеличится или не увеличится потому что это среди элит он довольно высокий а вот уже говорите если о простых гражданах то здесь конечно же эта страна центральной Азии эта ситуация она несколько отличается от каждой страны если у нас в Казахстане больше как бы вот именно мы видим вот такие это это синафобские настроения да вот именно Китая но опять же эти все темы они я думаю они вот именно запускаются тоже как бы и это самой элиты да потому что вот эти как бы это справедливые требования народов например да вот именно о прозрачности это всех отношений с Китаем это и экономические там да и ну прежде всего это инвестиции как говорится да это все делается втайне да и поэтому конечно же и это власти я думаю они запускают да вот именно вот эту тематику когда эта синафобия иногда это подсачивается да вот на и страницы СМИ казахстанских и других центрально-азиатских республик но хотя как я уже говорил это в тех или иных странах центральной Азии там ситуация это все-таки иная это потому что синафобские настроения они больше развиты где там где это страны вот именно как бы имеют общую границу с Китаем это и Казахстан и Кыргызстан если возьмем Узбекистан то для большинства граждан Узбекистана есть Китай нет Китая как бы да это не столь важно потому что они как бы на этих как бы на этих проблемах на этих вопросах не акцентируют своего внимания у них свои это проблемы да и Китай конечно эти проблемы это не решит да поэтому я думаю что эти процессы которые это имели место они как бы не будут да вот идти вот именно на пользу Китаю вот именно это чтобы и дальше как бы это воспользовавшись этой ситуацией да вот именно это распространит свое влияние на страну Центральной Азии это происходит и без этих событий да потому что мы видим что ну как говорится Китай рядом да от этого это никуда не деться да это это вполне естественный процесс да и эти события я думаю никак на это не повлияют спасибо спасибо большое Роза Маратовна пожалуйста ну я же собственно говоря скорее геополитический аспект это даже не геополитический аспект это скорее аспект восприятия элит угрозы если говорить о Казахстане и Узбекистане то для политических элит на сегодняшний день Китай извините воспринимается как некий конструктивный балансирующий элемент по периметру потому что если Российская Федерация в свете войны против Украины сегодня воспринимается как партнер который может нести в себе определенные какие-то риски сотрудничество с ним или же вернее вмешательство России в дела региона может сегодня рассматриваться как неконструктивное вмешательство то как раз таки Китай как мне представляется играет именно вот эту балансирующую конструктивную роль в представлениях и меня даже часто спрашивают о том что когда Такаев на известном этом форуме в Санкт-Петербурге где он сделал вот это самое знаменитое свое выступление или вернее он отвечал на вопросы меня часто спрашивают например журналисты западных средств массовой информации в частности датские немецкие о том не транслирует ли вообще Казахстан китайскую позицию на что я естественно говорю что нет это в общем и целом позиция Казахстана была неизменна но я хочу подчеркнуть что и восприятие идет такое что позиция выраженная Казахстаном она она так или иначе коррелируется да с тем как формулирует свою позицию Китайская Народная Республика вот таким образом я бы сформулировал не напрямую не грубо да прям впрямую да но именно таким образом то есть восприятие центрально-азиатских политических вид Китай на сегодняшний день является таким конструктивным балансирующим по отношению Российской Федерации актером спасибо спасибо большое Рустам пожалуйста ну с моей точки зрения вообще упоминание Китая оно несколько удивительно было для меня в данном контексте дело в том что конфликт в Кыргопакистане воспринимается однозначно как внутренний конфликт несмотря на все высказывания которые есть по этому поводу понятно что эти высказывания скорее операцион операциональный характер чем сущностный да то есть все понимают что это конфликт внутренний мотивирован Китай относительно этого конфликта никаким образом свою позицию не менял и не обозначал поэтому для меня странно почему должно измениться отношение к Китаю в наших республиках но как он был как он был перманентный фактор вот как Роза указала так он будет оставаться то есть в этом плане я никаких оснований для изменений не вижу кстати так же как я не вижу оснований для изменений позиции относительно России вступление в ВДКБ сейчас будет нести гораздо больше рисков чем даже виртуальных выигрышей поэтому я очень сильно сомневаюсь что даже находясь в какой-то экстренной ситуации команда какого-то президента примет сейчас решение о изменении своей внешнеполитической позиции относительно России то есть поэтому здесь внешнеполитической стратегии Узбекистана никоим образом меняться не будет спасибо большое Даурен да спасибо в принципе если уж говорить о роли Китая у нас есть такая тенденция где-то ее преувеличивать то есть к примеру взять тот же ввод войск ВДКБ в Казахстан в январе много раздавалось голосов что вот якобы из-за того что китайцы высказали свою позицию из-за этого именно вывели войска быстро и так далее где-то конечно есть преувеличение где-то может недооценка но тем не менее наверное вот те же январские протесты после них Китай влияние Китая немного было ослаблено поскольку есть мнение что главным проводником китайского влияния в Казахстане был господин Масимов видимо теперь Китаю приходится перестраивать какие-то политические связи в казахстанской элите с тем чтобы восстановить влияние и так далее но это опять же на уровне разговоров что касается Харакалпакстана и других событий конечно Китай еще раз убедился в том что Центральная Азия это довольно нестабильный регион и конечно же надо какие-то усилия прикладывать чтобы свои инвестиции защищать опять же на фоне российской агрессии можно заметить что сенофобия уменьшилась я вот вчера в пост делал в фейсбуке что ввели безвизовый режим в том числе для граждан Китая на 14 раньше обычно такие новости вызывали всплеск сенофобии и бурные обсуждения а сейчас все это незаметно прошло ну как некоторые люди говорят что пока грант не выделили на это дело ну я не знаю но в дальнейшем я в принципе ожидаю усиления роли Китая потому что в условиях ограничения санкционного давления ограничения внешней торговли той же России Беларуси и так далее и возможного в облегчении в это противостояние наше государство я думаю что роль Китая будет усиливаться и будет соответственно расти политическое влияние спасибо очень интересно насчет введения безвизового режима на 14 дней действительно Алишер пожалуйста вам слово конечно я согласен с Руставов что конечно вряд ли можно говорить о каких-то тенденциях новых в связи с именно Карл Пак событиями в контексте взаимоотношения нашего региона с Китаем но в целом если говорить как бы выходить за рамки этого конкретного конфликта конечно происходит определенное усиление влияния Китая на мой взгляд но вот сейчас обратить внимание хотел на шанханская организация которая саммит ее который будет в Ташкенте в этом году скоро и туда будет тупать по всей видимости Иран Белоруссия запросилась кстати стать членом этой организации а именно вот эта организация является таким как бы фреймворком то есть как бы платформой для такого влияния Китаем ну конечно его нельзя сравнивать с ДКБ в какой-то степени будет какая-то может быть даже конкуренция с ДКБ где исключительный такой контроль со стороны мы наблюдаем со стороны Москвы но их нельзя ставить на одну доску поскольку это все-таки не военная политическая организация в отличие от ДКБ но тем не менее это создает какие-то вот такую платформу такого политического влияния вот там все-таки первый скрипт играет Китай на мой взгляд второе это в экономической сфере мы видим в общем-то сейчас это проект по прокладке транскаспийского транскавказского маршрута железнодорожного это вот создает новый такой как бы проект в который будут влечены страны Центральной Азии и Закавказья и Китай и создает как бы дополнительные такие рычаги влияния я не думаю что это будет какой-то откровенно политическое влияние но учитывая осторожный такой подход в политическом вопросам со стороны Китая но вот экономическое влияние вот плюс эти дипломатические влияния оно в какого-то степени на каком-то этапе конечно может трансферироваться и политический такой фактор политического влияния со стороны этой страны спасибо большое Вадим Бажаяков хочет отреагировать насчет шанхарской организации сотрудничества Вадим да действительно спасибо постараюсь очень кратко потому что ШОС прямо скажем не основная наша часть сегодня но не могу не отметить что этот момент по вступлению якобы Беларусь в ШОС очень интересная вещь потому что многие об этом сейчас уже говорят я слышу даже в регионе как о чем таком чуть ли не совершим факте при этом я хочу напомнить что очень интересная ситуация потому что вся информация о том что Беларусь собираются вступать в ШОС она прошла вся в медиа со ссылкой на утверждение спецпредставителя президента России по ШОС Вахте Юра Хакимова и никаких конкретных вообще-то подтверждений от Беларусь к стороны этого вообще-то нету и хотя уже после этого выходили про материалы когда Лукашенко поздравлял секретаря ШОС с 21 годовщиной образования ШОС Лукашенко там ничего не обозначил что Беларусь хочет увеличить свое присутствие а потом вот на уже тоже после этого было там выступление послал Беларусь кстати в Узбекистане который говорил что тоже Беларусь нацелена на влиять наблюдателя на активное участие в этой роли тоже ни слова не сказал про вступление и для меня скорее история про Беларусь ШОС это история про то как скорее Россия некоторые вопросы делает по поводу того что по мнению будет делать Беларусь а потом вполне возможно что кажется что ничего такого не будет конечно в нынешней ситуации мы вряд ли увидим что беларусские власти посмеют прямо не знаю там упровергать как-то отдергивать Москву но тем не менее вообще-то подтверждения тоже пока нет так что чем это закончится ШОС пока вообще-то совершенно не ясно Тораза Маратовна тоже рука видимо тоже по этому поводу можно я добавлю скорее всего закулисные переговоры привели к тому что действительно обнаружился кто-то кто будет категорически против или было рекомендовано поэтому возможно это была такая предварительная какая-то пристрелка возможно это было чье-то пожелание или же этот вопрос вообще на самом деле Вадим я думаю вы прекрасно знаете обсуждается эмуссируется обсуждается много лет да сейчас заявили как будто это уже прям точно будет уже очень давно и беларусы не уверены в том что им это нужно но периодически этот вопрос поднимается почему потому что для Беларуси очень важно восстановить объем отношений с Китаем чего кстати говоря нету и по всей вероятности пока не будет все это да ну вопрос отношений с Китаем как тут уже Элькинс заметил тема интересная хорошая для отдельной встречи но уже мы пытаемся выходить в земле Китая не будем я прошу прощения немножко темы шотлся сам же и затянул это все Антон есть у нас еще вопросы какие-то или будем мы же посекунку заканчивать тем более что время у нас уже по всем фронтам вышло и перебрали даже ну да мы перебрали немножко по времени уже третий час пошел Филипп Нубель пишет что они как раз они это наверное Global Voices да Филипп да у нас да у нас пожалуйста как раз изучаем эту проблему особенно в Центральной Аде но тоже на Южном Тавказе вот это проект Global Voices мы еще сотрудничаем с очень хорошей организацией на Тайване Double Think Lab и мы для них собираем информацию вот для China Index довольно интересный проект и вот мы как раз вот то есть собираем данные вот на местных языках насколько экономически политически в военном плане Китай влияет и насколько это влияние меняется в какую-то сторону поэтому хотел поделиться если вдруг у вас будет опять встреча дайте знать будет очень интересно вас послушать тоже спасибо возможно нам и стоит сделать как бы действительно отдельную встречу про влияние Китая раз это такая тема которая возникла и она действительно большая во всех смыслах про Китай интересно да думаю Филиппа спасибо за эти предложения я тогда тоже могу всех присутствующих и тех кто будет смотреть в записи можно оставить в комментариях и присылать на почту личное сообщение это ваша идея о том кого вы считаете было бы интересно поговорить особенно с учетом этой темы и все-таки отталкиваемся от Беларуси потому что всегда обсуждение Китая на мой взгляд часто сводится к тому что очень мягко говоря часто китаистами в Беларуси называют просто людей которые не знаю пожил два года в Китае немножко знает китайский и все ну все я теперь эксперт по Китаю вот конечно такого просто не хочется делать всем на дискуссии но да если мы найдем интересный угол зрения экспертов я думаю это было бы очень интересно спасибо спасибо за идеи обо всем сказанном и до новых встреч до новых встреч